10 декабря – Всемирный день самого популярного вида спорта. В Карачаево-Черкесии его отметили подведением итогов футбольного сезона. Тем более, что главная команда Республики Нарт и будущие игроки основы добились весомых успехов. Подробнее расскажет Артур Мкце. Кто-то скажет, что декабрь – не футбольный месяц. А ведь именно 10 числа – праздник самого популярного вида спорта, которым во всем мире так или иначе увлечены примерно 4,5 миллиарда человек. С недавних пор у Карачаево-Черкесии тоже появился повод присоединиться к торжествам. Благодаря стараниям многих неравнодушных людей, в том числе руководства региона, в Черкесии возродилась профессиональная команда Нарт. Итогом первого полноценного сезона было посвящено торжественное мероприятие. В Музей спортивной славы Республики пришли почти все, кто причастен к успешным выступлениям основного состава и детско-юношеских дружин. Результаты команды, я считаю, более чем удовлетворительны. Мы вошли в двойку лучших команд России среди третьей лиги. Я считаю, это очень достойный результат. Но мы максималисты, мы хотели первое место, поэтому мы немного расстроились после финала. Умение терпеть трудности, ставить цели, добиваться их, отличают действительно сильные коллективы. Несмотря на неудачу в финале первенства, кубковый матч с победителем зонального турнира Нарт все-таки выиграл. Какие чувства испытали, что в финале вы все-таки смогли победить ту команду, которая стала барьером в турнире? Эта команда три года не проигрывала никому. Это была наша мотивация, что надо как-то их уже приземлить, так скажем. Огромное спасибо всем ребятам, всему тренерскому штабу, административному, что мы все общее дело сделали. Благодаря стараниям функционеров, Нарт из Черкеска предстал в турнире третьей лиги вполне боеспособным коллективом. Все, кого хотели видеть в команде и могли принести пользу, оказались в составе. Так, защитник Астемир Абидов в последнее время занимался в Ставрополе. Но когда поступило предложение из родной республики, долго не раздумывал. Я узнал о возобновлении футбольного клуба «Нарта» еще, наверное, за какой-то срок. И уже примерно предполагал, что буду возвращаться. Буду... Ну, желание имелось в любом случае. И как поступил предложение, сразу же не обдумывая вернулся. Потому что это свой город, свои люди, болельщики. По итогам сезона ведомственных наград были удостоены все, кто причастен к успешному выступлению команд из Черкеска. От футболистов и тренеров до административного штаба. Впереди новый сезон «Большие планы». У регионального спортивного ведомства это дальнейшее развитие самого популярного вида спорта. В рамках развития детско-юношеского футбола мы планируем сыграть в этом году в молодежно-юношеской футбольной лиге очень престижный чемпионат, который курирует непосредственно основным РФС. Также в этом году у нас завершился проект футбол-школы, в котором мы подключили 20 общеобразовательных учреждений, которые предоставили футбольные мячи, ворота, манишки и так далее. Основную же команду ожидает старт во второй лиге. Там футболисты также надеются выступить успешно. Им, разумеется, будет крайне необходима поддержка своих болельщиков, которые были 12-м игроком на протяжении всего сезона. Артур Махцы, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.